Всем привет! Сегодня готовим вкусные котлеты, начиненные грибами. Сегодня я расскажу, как сделать их с золотистой, такой хрустящей корочкой. Сегодня поговорим еще о том, что нужно с собой взять максимально из кухонных принадлежностей. Сейчас многие из нас не дома, к сожалению. Иногда едешь и думаешь, так, что мне понадобится, что нужно взять. Так я вот сегодня расскажу топ-5 предметов, которые нужно взять и вам точно понадобится, чтобы не покупать это лишний раз. Итак, котлетки. Приступаем. Приступим к котлетам. Сегодня готовим котлеты с грибами. Делаем вкуснейшие грибные котлеты. Так как начинка грибов, нужно взять 8-10 шампиньонов, 2 луковицы, яйцо, соль, перец, любые специи, сейчас расскажу, какое мясо, и сухарики. Я сделала сухарики из батона, просто из хлеба любого сделала домашние сухари. Либо нужно туда купить просто панировочные сухари в магазине. Можно взять остатки вчерашнего хлеба, из них сделать сухарики, потом в блендере это все смелить, и будут вкусные домашние панировочные сухари. Так, естественно, вкуснее. Итак, по мясу мне понадобится одно большое куриное филе и 250 грамм любого фарша. Если фарш свиной, котлетки будут пожирнее, говяжьи будут попастней. Можно взять одну свинину, одну говядину или одну курицу, но когда микс хотя бы два вида мяса, тогда всегда вкуснее. Итак, здесь у меня уже фарш, а вот из куриного филе буду делать фарш. Итак, что делаем? Берем филешечку. Куриное филе делим на небольшие части и отправляем в блендер. Можно купить уже готовый куриный фарш. И так, и так хорошо. Значит, что еще добавляют в котлеты? Добавляют сальцо, для того, чтобы котлеты были более сочные. Но когда я делаю с начинкой котлеты, значит, я не добавляю сало, потому что начинка идет жареная внутри. И я обязательно добавляю, стараюсь добавлять куриное филе, тогда фарш лучше всего скрепляется между собой. Хотя котлеты с начинкой можно взять из любого вида фарша. Так как всего в рецепте у меня две луковицы. Одну луковицу я оставляю на грибочки, другую луковицу режу просто частями. Вот так, чтобы она быстрее смелилась с мясом, порежу на небольшие кусочки. Чтобы фарш был однородный, я отправляю сюда, к перебитой куриной грудке, остальной весь фарш, который я буду добавлять в котлеты. И тоже все перемешиваем. В готовый фарш отправляем одно яйцо, больше не надо на это количество. Обязательно солим. И добавляйте перчик. Перчик, паприку, сухой чесночок или свежий, какие-то другие специи. Тут уже по вкусу и желанию. У меня такая смесь всего, я уже как-то рассказывала. Я просто купила перчик, а тут баночка, она раскручивалась. И я ее открутила вот так. Может быть, кто-то не видел, сейчас покажу. И сюда теперь засыпаю разности всякие перец, и горчицу, и чесночок, и, в общем, все, что мне нравится, и кориандр. Все засыпаю и потом перчу, солю все сразу под рукой. Так, хорошо. Перемешиваем. Так как котлеты с начинкой, я хлеба добавлять не буду. Перемешать до однородности. Когда фарш приготовили, приступаем к грибам. Чтобы шампиньоны достаточно красиво так завернулись в само мясо, в котлетку, грибы нужно мелко нарезать. Нарезаю кубиками, небольшими вот такими кусочками. Они еще ужарятся, и будет самое оно. И одну небольшую луковицу. Значит, всего мне понадобится либо одна огромная луковица, либо две вот такие маленькие. Одну я добавляю в фарш, одну я буду добавлять в грибочки. Значит, лук я тоже нарежу вот такими кубиками, чтобы по размеру он был как грибы. Не нужно сильно мельчить, он потом, если слишком мелкий, впитывает много масла. И еще что нужно сделать, я взяла один чесночок. Я буду сегодня интересным образом его добавлять. Я его нарежу. Можно взять чеснокодавилку, но у меня ее нет. Поэтому я просто вот так вот мелко посеку ножом. Так, все, идем к плите. В сковородку я отправляю лук вместе с грибами. Сегодня именно так. Мы не будем ждать, чтобы из грибов выпарилась вся жидкость. Пусть лук немного пассируется в жидкости, которые дадут грибы. Итак, отправляем сюда грибы с луком. Добавляем капельку растительного масла. Ну, где-то к 2 столовые ложки, наверное. У меня все хорошо выпаривается. Когда жидкость еще больше испарится, добавьте, пожалуйста, растительного масла и жарьте. До золотистого цвета. Кто-то больше зажарит, кто-то меньше зажарит. Что нужно сделать? Поперчить. Ну, это дело по вкусу. Посолить. Да и все. Будем ждать. Значит, я готовлю их до готовности лука и грибов. Приблизительно минут 15. По цвету ориентируйтесь сами. Кто-то любит более зажаристые, кто-то менее зажаристые. Но явно в них не должно быть воды. Когда грибы обжарились, я сюда добавляю чеснок. Чеснок добавляю уже в готовые грибы. И я не буду чеснок обрабатывать с грибами на плите. Уже он будет жариться только в котлетах. Таким образом будет такой невероятно классный аромат чеснока. Вот что-то мне так захотелось. Именно вот такого чесночного в котлетках. Так, у меня сегодня грибная начинка. Но можно сделать любую начинку в котлеты. Итак, формируем котлетки. Я буду делать в сухарях. В панировке из сухарей. Можно делать в муке или вообще никак. Просто без панировки. Ну, мне захотелось в сухариках. Итак, готовые сухарики дробим. Смотрите, 3 секунды. И сухари готовы. Все, вуаля. Причем, если получается разная крошка. И крупная, и мелкая. Это даже лучше. Вкуснее, когда есть такая средняя крошка на котлетах. Тогда они более хрустящие. Потому что мелкая хлебная крошка впитывает больше масла. Котлетки я делаю небольшие. Я беру столовую ложку фарша. Именно столовую. Значит, смотрите. Фарш на руке нужно вот так растянуть. Значит, смотрите, как я делаю. От большого пальца. Чуть-чуть вот так вот наискось. Видите? Вот так. Получается вот так. Как бы наискось вот сюда. Вот так вот выкладываю. Сейчас расскажу, почему именно так. А не ровно по ладошке. Ну, мне так удобнее всего формировать. А вы можете как-то по-другому. Итак, растянули. Тоненько. Теперь берем грибы. Грибов я тоже добавляю ложку. Смотрите, сюда в серединку. Теперь что мы делаем? Теперь берем края фарша и поднимаем его наверх. Вот так. Так как здесь у нас фарш куриный тоже есть, поэтому он очень хорошо слепливается и держит форму. Смотрите. Теперь у нас котлетка лежит вдоль руки. Она имеет уже продолговатую форму. Таким образом, котлеты с начинкой очень легко формировать. Это я вот недавно так приловчилась. Поделюсь с вами. Ну, мне почему-то показалось, что это удобно. И уже сразу котлетка сформированная. Ну, видите, она сразу готовая. А так иногда делаешь, и нужно форму ей придавать. Понимаете? Потому что, когда внутри есть начинка, еще же нужно форму придать какую-то. Так. Все. Здесь хорошо вот так вот все слепили. Вот такие котлетки небольшие получаются по размеру. Формируем. И вот так вот в панировочные сухари. Я в яйцо отправлять не буду. Просто панировочные сухари вокруг. Да и все. Вот такая вкусненькая будет у нас котлетка. У меня получилось 14 котлеток. Но я делала их такими небольшими. Теперь можно жарить. Котлеты можно заморозить, если вы хотите. Замораживаются вот так вот на досточке, на любую в морозильную камеру. Потом сложите в пакет. Итак, если ваша семья из небольшого количества людей, папа, мама, ребенок, то котлеты на неделю готовы. Наливаем в сковородку масло, так, чтобы дно просто покрылось. И отправляем сюда котлеты. Котлеты жарим на среднем огне, чтобы они и внутри прожарились и не сгорели. Когда котлетки подзолотились, переворачиваем на другую сторону. Значит, эти котлеты я не пассирую. Поэтому жарьте на маленьком огне до золотистой корочки с двух сторон, чтобы точно прожаривались. И минуты, наверное, по три с каждой стороны по два раза. То есть 6 минут, всего 12 минут, жарятся котлеты. Вот такие котлеты получились. Румяные, вкусные, хрустящая корочка. Сейчас будем пробовать. Посмотрите, равномерно мясо распределяется вокруг грибов. Вот такой вариант наискось заворачивать такие котлетки. Обязательно попробуйте, я думаю, вам понравится. Итак, что с собой взять из дома такого, знаете, чтобы не покупать и не тратить деньги на то, что и так дома есть, а когда мы не дома, мы готовим. Или если вы задаетесь вопросом, что такое купить, что она обязательно на кухне понадобится, такое универсальное, там 5 в 1, и мне на все хватит. Я сейчас расскажу несколько предметов, которые обязательно нужны, куда бы вы не поехали, где бы вы не были, или если вы задаетесь таким вопросом, ну вдруг. Итак, первое это мультиварка. Целую муслеварку я не стала выставлять, просто чашу. Мультиварку она и жарит, и печет, и тушит, и готовит суп. В общем, все в одном, и даже если у вас нет кухонной плиты, как дух, ну не плиты, да, плиты или духового шкафа, вы даже торт там приготовите. Поэтому бисквиты там шикарные, мультиварка, берите с собой мультиварку. Это номер один. Итак, постараюсь быстро. Второе это блендер. Большую чашу, вот такой погружной блендер и венчик, чтобы вы могли взбивать, чтобы вы могли взбивать вот таким погружным, и большой чашей делать фарш или что-то перебивать. Иногда это очень нужно на кухне, поэтому блендер это номер два. Третье это противень. Возьмите один противень универсальный, как я говорю, который хватит на все, всегда и везде на всем. Это должен быть небольшой вот такой противень, но глубокий. Его высота, ну вот так вот, наверное, сантиметра 4-5. Ниже, чем 4 сантиметра, это мало. Тут вы сможете и выпекать, и запекать, и делать и для рулетов бисквиты. Вот тут все-все-все вы сможете. По длине он где-то 35 на 25. Вот так, это минимальный размер. Возьмите один вот такой противень. Следующее, это номер три. Номер четыре. Значит, это либо тостер, любой. Все любят тосты с маслом на завтрак или на перекус. Но я просто вот не взяла и жалею, поэтому говорю вам. Вместо тостера можно взять бутербродницу. Что это такое? Это такая штучка бутербродница. Она тоже поджаривает хлеб. Можно делать бутерброды горячие, можно делать вот такой зажаристые тосты. Но там есть насадки. Можно печь вафли. На праздники можно делать орешки вот такие вот. И там еще есть куча вариантов насадок. Поэтому как бы оптимальный не тостер, а вот эту бутербродницу. Это четыре. Ну а пятое, это возьмите с собой баночку малины с сахаром. И пейте чай, и вспоминайте дом. В общем, пять вот таких вот вещей, которые обязательно понадобятся на кухне. Это так короткая ставочка сегодня. Котлеты прекрасные, ароматные. Теперь пробуем. Значит так. Они получаются сочные. За счет того, что мы добавляем не только куриное филе, а и другой фарш, котлеты сочные. Слушайте, это очень вкусно. Поиграйте со специями. Как вариант, вместо грибов можно начинить яйцом. Яйцом с рисом. Почему нет? Рис просто с зеленым луком и сливочным маслом. Это будет очень вкусно. Попробуйте. Сейчас зеленый лук можно вырастить самой, из луковицы, просто в баночку с водичкой. И через две недели у вас зеленый лук к Новому году. Пробуйте. Такой вариант начиненных котлет даже к празднику, на праздничный стол. Это вкусно. Если найдете перепелиные яйца, я вот тут нигде не нашла перепелиных яиц. Так, хочу уже перепелиных яйц, их нет. И вообще, я хочу домой. Просто домой на свою кухню. Итак, начинайте яйцами, яйца с рисом, рис с зеленым луком и сливочным маслом. Можно разных специй добавить, это будет вкусно. Даже кто-то делает с гречкой внутри. С грибами, гречкой и внутри. Это, конечно, супер необычно сразу с гарниром котлеты. Но почему нет? Тогда их получается очень много. Они тогда сытные, не нужно готовить гарнир. Почему нет? Попробуйте. Вот такой сегодня был рецепт. Обязательно попробуйте, напишите мне комментарии. Целую, люблю всех. Обязательно пробуйте на праздничный стол. Нужно обязательно приготовить какие-нибудь вкусные котли тосы. Все, у меня Настя любитель котлет, причем раз с разной начинкой. Вот, все. Целую, люблю. Бывайте, пока. Всем мирного неба над головой. Хороших всем таких, знаете, внутренних праздников. Вот внутри сделайте внутри себя праздник. Несмотря ни на что, обстоятельства, внутри, когда праздник внутри, тогда он и на столе, и в еде. И ваши домашние скажут, мама, спасибо, так дома хорошо. Дома вообще всегда хорошо. Дом есть дом. Все. Целую, люблю. Бывайте. Пока. Мирного всем неба над головой. Мира в семьях, в душах, в умах и в сердцах. Люблю вас. Пока. Пока. Продолжение следует...